Приветствую всех на канале Родносторонние Интересы. Продолжаю я сегодня расширять гнезда на пасеке. Вот подошел я к белому улью. Это мы его уже расширяли в этом году. Пчелки работают так неплохо. У нас уже дувальчик и все кругом зацвело. Так, что у нас тут? С этой стороны я добавлял четыре рамки вощины. Я вам уже показывал. Две они сразу там отлепили, медом заносили и две после добавил. Я уже смотрел их и на второй крайний полностью раз плод печатанный. Ну и соответственно на этих двух тоже будет крайняя с медом. И с этой стороны я полез им добавить этой хвостинки. Тут еще не добавлено. Немного вот отодрал. А там видно сотый. Сходил в дом, взял миску с ножом. Сейчас будем вырезать. Дело в том, что с этой стороны немного так крайняя даже не оттянутая, чтобы сильно выпуклые были. Чисто оттянутая и медом уже залитая. Ну не выпуклая все это. Хотя там и пространство между рамок нормальное. Все равно не вытянули на выпуклую. Решили налепить за перегородкой. Сейчас посмотрим, что тут видно. он там расплод. Расплод горбатый. Сейчас я поставлю наш фотик на улей, чтобы руки не занимало. Будем доставать. Вот что они тут нам налепили. О, потолочина просто. А вторая потолочина, наверное, и миска маленькая будет. Постараюсь квадратами резать тогда аккуратно. Вторая потолочина за перегородкой. У нас тут Аурал творится. Вот. Полностью сот сверху донизу. Можно им было уже давно расширить полностью всю семью и все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что они тут наробили. Наверное, я дымом пчелу сгоню сильно. Потом будем доставать, чтоб пчел не подавились. Видно расход. Крутим, печатаем. Я его уберу. Будем на рыбалку. Курманка хорошая. Повторюсь. Тем, кому не нравится, что я дымлю, можете работать по-другому. Но чтоб выгнать пчелу из-за перегородки, что от отстроенного, по-другому не получится. Будем вырезать за бортового сота. Ой, сколько там пчел. Разрывается все. Опа. Такой вот сочек от собачей. Сейчас покажу, что они тут наляпили. Вот. Это с потолочиной выдрал. Такого сочика красивого. И вот за перегородкой сот. Конечно, если бы поставил я им вошшину сюда, уже была бы хорошая отстроена вошшина. Так немного воска перевели. Ну, пустую пчелу. Ладно, буду сгонять. То, что сами сходить не хочут ли. Или не хотят. Кому ях нравится. Пчел моря. Сейчас я им поставлю сюда, наверное, две рамки встаня. Две рамки вошшим. И можно будет, наверное, ставить надставочку уже. Есть у меня надставка с пределанной снизу решеткой. Разделителем этой, что против маток. Чтобы не шли, то я поставлю эту надставку. Но она, правда, на 10 рамок. Я хотел уже полностью лепить 16 рамок сюда. Сейчас все это дело выгоню отсюда. И выражу. Ого. Достаем сота. Борчевое пчеловодство у нас. Ай, бляха. Узко, да неудобно. Это получается, матка и за перегородку добралась, наверное. Что тут налепили расплода другого. Во! Свежий сот. Дикий свежий сот. Отстроенный чисто с воска. Ага, так со мной. У него меда нет. Это мы отдельно положим. А там, где немного у меда есть, мисочку хину. Все-таки пчелы работали. Выкидать не будем. Так, отрезаем. Думал, тут по-быстрому все выйдет. Немного пчелы работы наделали. Сбегайте, давайте на низ. Улей. Такая семейка неплохая. Уже улики старые. Это Готков 10 видно вон там снизу в углу. Шашель поел. Немного. Ну, сырость была, наверное, больше не шашель, а подгул. Достаем пет, короче. О, вытащу. Видно. И на второй стороне матка прошла снизу от угла и доверху засеяла и вторую сторону засеяла. Сот без рамки трусить неудобно. Так, то пчел согнать оставшихся, наверное. Эх! Все. Поздувал. Сот остался. Продолжаем дзербанить и татулей. Такая вот у нас ерунда получилась немного. Буде воск. заодно и трудовый раствор с этими уберется с клештами. О! Весенний медик пожуем. Все. Скажется, убралка. Остальное аккуратно разрежу. Вот это уже когда доску достану. Зрежу да еще. Вот вам сюрприз. Пчелы уже в роевом состоянии. Мисочки начали тянуть. За перегородкой видно мисочка. Хотя я скажу чем раньше пчелы отроятся и выведешь их с роевого состояния тем лучше. А вот когда в июне роятся в июле то плохо. А вот в апреле в начале мая на сады когда роятся то хорошо на сады отроятся там уже перебунтуете и основной взяток летний уже они работают просто. так что нормально все. Этот мед я вот позметаю ножом гулей чтобы накапывал сверху. То что все-таки пчелы трудились гулей обузе на полу на стенках они его съедят. Так ножиком со шкребу где капельки все. Ладно будем работать дальше. Дальше надо мне уже две руки вытянуть доски потолочины и бросить и бросить две рамки этого сшина особо труда нету все основное это было вытащить эти вот соты это с потолочины тоже обрыжу аккуратно мед в мисочку заброшу делать мед видно мед в мисочку этот где расплод да что скомкаю просто да потом воскотопку солнечную заброшу так что смотрите учитесь что надо расширять пчел в бовремя хотя и весна и ночью холодно расширять их надо все равно гнездо не трогать можно не трогать а вот по сторонам забрасывать рамки можно смело даже если ночью будете замороться пчелы с собой литки закрывать и обогревать гнездо ну а когда не успеш расширить то его состояние залазить за свободным пространством что попало застраивать так буду заканчивать кому было интересно пишите комментарии лайки ставьте кто новый на канал зашел подписывайтесь если интересно всем удачи до свидания удачи удачи